МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Москва, ток-шоу, пусть говорят, обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. То, что вы увидите сегодня, вы не видели никогда и нигде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мировая сенсация. Назовите имя супруга. Крэйк. Человек, который способен прочитать ваши мысли. Это невозможно. Остановить время. Взглядом двигать предметы. Его зовут Леор Сушарт. Вы хотите понять, как я это делаю? Я все покажу. Он объездил весь свет, был на шоу Опра Уинфри и Ларри Кинга. Как звали вашу первую девушку? У вас это никогда не получится. А если я смогу? Ну, как ее звали? Голдый. Сегодня мировая знаменитость. Леор Сушарт, читающий мысли, гость программы. Пусть говорят. Ну что, вам всем очень повезло познакомиться с ним. Только один вечер в Москве. Встречаем Леора. Как дела? Ну, я должен сказать, что я видел некоторые фокусы, я не знаю, что это в твоем исполнении. Нет фокусник. Ты не фокусник. Нет, нет, это все то, что я делаю своим умом. То есть он читает мысли. Читает мысли. И главный девиз, который я хочу, чтобы запомнили все россияне сегодня, чтобы все мыслили позитивно. Я всегда говорю, всегда нужно, чтобы у вас были позитивные и положительные мысли. Потому что вы, откуда вы знаете, кто их читает? А он читает, хочу я вам сказать. Ну, помимо наших звездных гостей, есть русские знаменитости, которые бросили все дела сегодня, чтобы познакомиться с тобой. И у нас есть одна знаменитость из шоу-бизнеса. У него есть знаменитая цитата «Звезда в шоке». И вот он хочет, чтобы он сегодня был в шоке. Он тоже пришел все и бросил. Сергей Зверев сегодня у нас в гостях. Пришел познакомиться с тобой. Спасибо. Ну что, о чем он думает, скажи. Я-то думал, что я придусь, меня часы стянут или там кольцо. Поэтому ты одел самые дорогие, понятно. Я дорогие одел, но так подпрятываю чуть-чуть. Позвольте посмотреть. Хорошие часики. Вы были в Китае недавно, да? Не, не, не. Я пытаюсь разминку некоторую сделать, да? Я вот видел в этом ролике, вы из Лас-Вегаса кусок включили. И в Лас-Вегасе есть казино. И там они с костями играют. И вы видели, наверное, это в кино. Возьмите, пожалуйста. И держите вот так. Вот так. Вот вы можете пойти сейчас куда хотите, выберите число. И закройте очень плотно. Ну, я сейчас посложнее что-нибудь выберу. Ну, я выбрал, и что, куда? И приезжай, куда мне? Как ладони. Приезжай, и думай об этой цифре. Ещё и думай. Это думай, это серьёзно. Я думаю, что это один. Как единица? Нет. Нет. Я, может быть... Нет, я сейчас... Нет, вот. Нет, верни тебя. Да? Давай ещё раз. Ещё раз. Она, понимаешь как? Я положил вот так вот. Единица вот. Но я-то думал, что я шесть положил на эту. So you choose the number on top. Вы сверху, да, выбрали номер? А, сверху. Сейчас я сверху положу. Чего изменится-то? Окей. Ну, теперь я точно положу, вот. Ну, теперь уже точно, уже смотри. Нет, вот так. Думай про цифру. Окей? Да. Всё нормально? Does he know the number? Ну, что, запомнили номер? Да, запомнил я. Three? Тройка. Правда. Yes? Да. Но хочу сказать то, что он сделал с нашим корреспондентом Анной Багровой, которая полетела в Израиль, на родину Леора. И он отвёз её в Иерусалим, потому что именно в этом месте он черпает силы. Давайте посмотрим то, что он сделал с Аней. Внимание. Сейчас мы устроим небольшое представление, причём здесь я это делаю впервые. Мне нужна помощь вашего корреспондента. Сейчас я попробую прочитать твои мысли на большом расстоянии. Итак, Анна, сейчас тебе нужно спуститься к стене и нарисовать рисунок. Ну, а я останусь здесь и попробую повторить то, что ты нарисуешь. Когда будешь внизу, позвони мне и скажи, что ты готова. Стоп. Итак, возьми листок бумаги, начинай рисовать, но главное сконцентрируйся на том, что ты рисуешь. Ага, вот она возвращается. Сейчас будем сравнивать. Это невозможно. Сейчас самые благодарные мои зрители. Ребят, проверьте, что очки ни к чему не привязаны. Итак, не отвлекаемся. Не отвлекаемся. Все внимательно следим. Внимание. Сейчас. О-о-о! О-о-о! Он мне за кулисами показал этот номер, я его видел с очками. У нас есть еще одна героиня, которая за кулисами, наша известная поэтеста, Лариса Рубальская. Более 600 песен популярных в нашей стране она написала. Она, кстати, умеет делать так, что к ней прикрепляются ложки. И она тоже хочет с тобой познакомиться. Давайте пригласим Ларису. Я покажу тебе. Хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, Ларис, покажем ему с ложками? Да, если получится, попробуем. У нас есть ложки. Посмотри, Леор. Есть и на туда. Я так не могу. Если у меня было открытое платье, я бы сюда прилепилась, сюда везде. Я могу. Во-первых, я не знаю, как она это делает. Я сама не знаю. Это потрясающе. Посмотрите. Это потрясающе. Это потрясающе. Браво. Но я хочу взять ложку. А можете со мной? Давайте дадим нашим зрителям. Проверьте. Это обычные ложки. Это обычные ложки. Это обычные ложки, которые мы принесли с 10 этажа в телецентре. Что давайте скажем. Вот я кое-что другое вам сейчас покажу. И надо смотреть очень внимательно. Вау. Дайте мне. Видите? Видите разницу? Она горячая? Да, вы хотите проверить. Горячая? Нет, она не горячая. Но мне нужна ваша помощь. Выберите ложку. Вот они должны быть обычные ложки. Я никакой силы прикладывать не буду. Очень все мягко будет. И вы смотрите внимательно. Видите? Я двумя пальчиками держу ее. И я концентрируюсь. И вот она становится пластичной. Мягкой. Сейчас, секундочку. Это отсюда, да, ложки? Да и у меня, конечно. Я знаю. Я не прикладываю никакой силы. Вот рульку дайте, пожалуйста. Этот человек заряжает воду. Аккуратнее, будьте осторожны. Горячая, горячая. Нет, не холодная. Нет, не горячая. Что ты должен сказать? Звезда в шоке. Звезда в шоке. Да что слово. Супер. Вы понимаете, как он это делает? Нет. Мне тоже. Я тоже. Мы тоже не понимаем. Вот это мне напоминает сейчас. Всякий раз в Израиле, или в Индии, или в других странах, когда я иду в ресторан, прихожу, и владелец ресторана, когда видит меня, он говорит, это Лиор Сушар. И дает мне из пластика эти ложки, и вилки. У тебя было свое шоу в Лас-Вегасе, но тебя не пускали ни в одно казино. Вы знаете истории про черные списки? Это действительно так. Я в черных списках. Вот в видео, вы видели то, что я делал с... Я брал очки у человека. Вот возьмите это. Это не дорогие очки, не волнуйтесь. И я хочу, чтобы вы внимательно смотрели. Вот я их положу сюда. Подойдите. Рукой махните. Ничего не чувствуете? Посмотрите в самый центр. Проблема в том, что он-то не видел этого. Как тебе живешь, если ты можешь прочитать мысли своей супруги, что думают друзья? Это же ужасно. На самом деле, жена у меня блондинка. Я ее очень люблю. Дело в том, что я как телепат, что ли. Но я не могу услышать, что они думают. Для того, чтобы мне это удавалось, мне нужно смотреть в глаза, концентрироваться. И надо выбрать правильного человека. Я должен быть в правильном настроении. Не то, что я вот сейчас выйду на улицу и буду слышать мысли. Я должен очень быть себя точным, сконцентрированным. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу. Дальше в нашей программе еще больше чудес. Позвоните своим знакомым друзьям. В эфире «Пусть говорят» Леор Сушарт. Человек, считающий мысли. Наш гость из Израиля сегодня впервые. В гостях на «Пусть говорят» показывает и демонстрирует фантастические чудеса. Кто у нас не верит? Есть такие в зале? Вот, блондинка, пожалуйста. Я уже посылаю импульсы, наверное, с самого начала программы. Мне очень хочется, чтобы хоть раз что-то для меня показали. Потому что я со стороны все время смотрю, и мне кажется, что это как-то очень нереально. Анна, миссис Россия, миссис Россия. Так, реклама была, а действия это была. Я хочу попытаться. Я вот кое-что привез с собой. Хочу показать. Спасибо, спасибо. Проверьте. Да, это вот две старинных монеты. Как это сказать? И монеты. Стив, не драгоценные. А вот на глаза положите, да. Видите что-нибудь? Нет, ничего не видно. Итак, две монеты. И у нас есть это. Вот как по-русски. Шлейкая лента. Скотч. Скотч. Это очень прочный скотч. Это не опасно. Сама напросилась. Спасибо, пожалуйста. Если это дотронется до вашей кожи, то у вас одежда упадет на пол. Это не для тебя. Хорошо. Если я это на бровь вам положу, тогда ваши брови, так сказать, слетят. У меня не застрахованы брови, может, не стоят. Это точно ничего опасного? Проверьте, вы видите что-нибудь или нет? Нет, не вижу, конечно, нет. Готовы? Готовы? У меня руки трясутся. Можно я не буду, пожалуйста? Я во все уже верю. Сереж, ты меня спасешь? Все же, мне страшно. Пока ассистирую я, пока ты не спасешься. Я опять же ничего не решаю. Я не посадная. Я вот, честно, я сидела и никакого отношения не имею. Помните, вы прикладывали на глаза монету? Да, сейчас она приклеит, да? И теперь это моя очередь. Вот я сейчас на свой глаз этот приклею. Очень плотненько, плотненько. Может быть, не надо, вы очень симпатичный парень, мне вас жаль. Сейчас ты похож на Джека Воробья. Я надеюсь, что очень плотно. А вот почему-то не приклеилось тут у вас. Мы просто начинаем. Сделайте так, чтобы все было очень плотно. Плотнее, плотнее, сильнее, сильнее. Пожалуйста, дайте мне еще один кусок, еще кусок дайте мне. Итак. Вот еще для крепости. Сейчас заклеилось нормально. Еще? Да. Ну, раз пошла такая пьянка. Так, держи. О, это хорошо, это хорошо. Хорош, хорошо, хорошо. То, что нужно. Да. Вот сюда. Ой, мама дорогая. А где вот этот кожаный ремешок? Клуб СМ. Так, закройте все. Закрыли все. Да, окей. Закрепите. Еще два таких ремня. Две таких застежки. Одна. Одну сюда. И вторую. Вторую сюда. Еще одну. Окей? Да. Сейчас нормально? Ну, все нормально. Сейчас все нормально? Сейчас танцуют. И какие-то свои личные вещи. Две-три с собой взяли. И взяли у них. И принесли мне. Зрители, девочки. Принесли. Here. She's here? Да, я здесь. Oh, where are you? Я здесь. Can you take one of the objects please? Возьмите одну из вещей. Только одну. Один предмет. И над моей головой. Вот так, чтобы высоко его поднимите. You have it? Да, я делаю, делаю. Сделали? Так, стойте. It's above my head? Да. Над моей головой, да? Да. Окей. Did a woman give you this? Женщина вам дала это? Ну, да. Да? Да. Да. It's... Пластик? Он из пластика сделан, этот предмет? Да. Ну, да. Да. Does it have a color? Он светной? Вы не говорите только о какого цвета. Подумайте о цвете, подумайте. Хорошо, думаю. Oh, you think of red? Да. О красном думаете? Да. Yes? Да. Окей, I don't know. Can you change? Change an object, please. Change an object. Поменяйте предмет, поменяйте. Возьмите другой. Also made of plastic. Тоже из пластика. Пластмасса. But also another material. Но там есть и другой материал в нем, да? Glass. Yes. Стекло. Yes. And I think... Я думаю, что... Glasses? Это очки. Take... Put it above my head. Окей. Возьмите... Возьмите... Над моей головой. Поднимите. Готовы? Yes. Yes. A woman. It belongs to a woman. Женщина вам дала, да? Yes. And it's very important to her. Это очень для нее значимый предмет. Yes. It's something very... With memories. Что-то, что связано с ее памятью. She got it as a gift. Ей, может быть, в качестве подарка это... Maybe. Далее. It's a watch. Это часы. Yeah. Yeah. Super. Правда? И тоже дали в качестве подарка? Да, да. Нет, я понял, деньги были даны. А, деньги были даны. Давайте сразу вернем часы. Они очень, не очень нравятся они. Ask her if I'm right. Oh, can you do me a favor? Can you give me a money? Say, a note. Note. Bill of money. Дайте мне какую-то денежку. Денежку дайте мне. У кого я денежка? Бумажную денежку. Anyone. Doesn't matter. Только у Данка есть деньги в нашей истории. Мне не доверяет в руки, не дает мне деньги. Говорит, все, только сюда. This is a bill of money? Да. Это что, денежка, да? Вот бумажная. Это рубль? Рубль? Рубль же, правильно? 50? 50? Да. Больше, 500? 500? 500? Где вы, где вы? Здесь или здесь? А есть там номер? Серийный номер? Есть. Посмотрите на последние цифры. Да. Последние 4-5 цифр. Три? Три. Есть ли три? Да. Тройка есть? Да. Девятка? Да. Три снова? Три снова? Двойка? Да. Пять. Пять. Браво! Ура! Это! Вау! Я хочу вам... Это один... Вот это... Один пластырь. Один еще. Еще один. Видите? Есть монета на моем глазу. А... 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 Еще одна монета. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Вот это мне сейчас понадобится. Церковь сюда. Мы сейчас подделаем главного героя. Но прежде давайте посмотрим на его семью. Вы знаете, я никогда не использую свой дар, когда речь идет о близких людях. Я боюсь последствий. Со своей семьей, с друзьями. Я стараюсь быть обычным человеком. Несмотря на то, что Леор – публичный человек, мировая знаменитость, он тщательно оберегает свою личную жизнь от внимания прессы. Но в нашей съемочной группе он показал свою небольшую квартиру в центре Тель-Авива. Когда-то я начинал со 100 долларов за выступление. А теперь это цена одного билета на мое шоу. Ну, в общем, на жизнь не жалуюсь. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Это тесно связано с энергетикой людей. Это сложно объяснить. Когда я смотрю на человека, я таким образом получаю некоторые данные о нем. Как будто считываю информацию. Итак, сейчас я вам покажу. Эй, Билли. Замолчи. Ты мешаешь. О, она очень сильно ревнует. Ну, достаточно. Иди, иди. Хорошая девочка. Ну что? Ну что? Что ты хочешь? А, она просто хочет поиграть. Потом поиграем. А пока встретим еще одну ревнивецу. Это моя жена Таль. Билли, опять ты мешаешься. Мы из одного города. Знаем друг друга тысячу лет. Мне было 16, когда мы познакомились. А ему около 18, по-моему. Я тогда работала официанткой в кафе. Лиор часто приходил к нам. А управляющий сразу прятал все серебряные приборы. Лиор тогда угадал мой номер телефона. И мы начали общаться. Но у меня был парень, и мы просто дружили. А встречаться начали, когда мне было чуть за 20. Мы 5 лет прожили вместе. А 2 года назад поженились. У нас была очень красивая свадьба. На 600 человек. Для Израиля это нормально. Сейчас мы ждем нашего первого ребенка. Я не знал, что она беременна. Честно. Мы были в Нью-Йорке, собирались на ужин к Роберту Дениро. И вдруг Таль плохо себя почувствовала. Поняли, что будем родителями. Это будет мальчик. А я хотела девочку. Мы с Лиором тогда поспорили, кто родится. Но он, конечно же, угадал. Если ребенок унаследует его дар, я буду только рада. Ведь у меня будет не только уникальный муж, но и сын. Я не мог предугадать такого. Это судьба. Ну что, еще больше чудес от Лиора сразу после короткой паузы. Не переключайтесь. Вы смотрите «Пусть говорят мысли слух» Лиор Сушар. Наш гость из Израиля. Человек, читающий мысли. Сегодня у нас в гостях. Завтра о нем будет говорить вся страна. Еще две прекрасные девушки за кулисами. Видели сейчас и находятся, как говорит Сергей Зверев, в шоке. Это Ольга Зайцева, актриса, которая сыграла в фильме «Вий» по книге Николая Гоголя, нашего известного писателя «Мистика». А также самый популярный блогер России Катя Клэп. Встречаем их. Они сегодня пришли, чтобы пожать тебе руку. Здрасте. 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 Как дела? Ну что, скажите, вы видели все за кулисами. Как вам впечатление от... Очень было брови жалко. Очень переживали за брови. Так вообще очень интересно. Ну сейчас проверим. Ваша первая любовь. Вспомните вашу первую любовь, кого никто не знает. Не говорите мне, не говорите. Я вам задам вопрос, хорошо. Сколько вам было лет? 16. 16. So it's like three years ago. 33 года назад. Да-да, примерно так. Закройте глаза. Закройте, закройте. I'm not sure. Я, конечно, не уверен, но... That's a name, yes? Вот имя, да? Вот такое я хочу вам показать. Вам. This is the first time she said, if you were 16 years old. Вам было 16, да? And this is very personal. And nobody knows. Это очень личная вещь. Никто не знает этого имени. If I'm right, I will be in shock also. Если я угадал, тогда я буду в шоке. What was his name? Итак, его звали? Александр. Александр, if you are watching. Александр, если вы смотрите. Александр. But you know, let's take it to completely another level. Давайте на другой уровень совершенно это переведем. Wait, wait, wait. Can I use this? Can I use this for a second? Нет, можно это использовать? If I would draw here... Вот я хочу нарисовать здесь... A circle. I would ask you to draw something inside. What would you do inside? Внутри. Что-то нарисуйте внутри. Сейчас подумайте, подумайте. Скажите мне, что бы вы нарисовали внутри этого круга? Лицо. Лицо. Очень оригинально, конечно. Очень. Это вам. Давайте, идите ко мне. Я беру вот это. Пока ничего не делаете. Вот встаньте здесь. Вот так. Не оборачивайтесь, просто думайте. Я вам задам несколько вопросов. Вот фигура, которую вы задумали, она оригинальна? Да. Вот эта фигура... Вы закройте на секундочку ваши глаза. Вот эта фигура... Она из головы как бы пришла? Здесь нет никого, кто может знать, что это такое. Это так? Только вы. Только я. Только вы. И никоим образом никто не мог проникнуть в вашу голову и заставить вас подумать, задумать эту фигуру. Никто. Значит, это все из вашей головы. Давайте посмотрим, что она нарисует. Я хочу... Как-то... Вы не только не меняете эту фигуру. Оставайтесь со своими мыслями, не уходите от них, и нарисуйте именно эту фигуру. Вы хотите посмотреть мою? Вы хотите мою посмотреть? Да. Подождите. Можете повернуться. Посмотрите. Ну, постойте, кстати, здесь. Это алмаз. Это симпатичный. Значит, вы говорите, что никто не повлиял на вас. А вот посмотрите на моё кольцо Супермена. Это оно совершенно такой же формы. Ну, странно, кто-то может влезть вам в голову и заставить вас что-то нарисовать. Слушайте, нет, есть ещё один человек. Ладно, девчонки, да, дамы. Но есть очень большой скептик, наш знаменитый комедиан, знаменитый юморист, тем более, что сегодня 1 апреля. Я думаю, что вся страна в замешательстве. Алексей Лихницкий! Один из сестёр Зайцевых сегодня у нас в гостях. Так, встречаем его. Здравствуйте. Что скажешь, скажи? Я, если честно, удивлён. Итак, вы скептик? Да. Послушайте, я попытаюсь что-то сделать, но, конечно, не уверен, что получится. Но вы должны не против меня играть, а за меня. Я с вами. Я с вами. Хорошо. Значит, давайте отложим наш бриллиант, наш алмаз. Я здесь вот что-то сейчас напишу для вас. Вот вы видите, да, понимаете, да, что я пишу? Да. У вас есть кошелёк с собой? С собой нет. Кредит карточки? С собой нет. Кредитные карточки? Вы можете подумать о них, задумать. Что-то такое подумать о них. Да, могу. Кто здесь? Если вы хотите сказать что-то страшное, поднимите руку. Это вообще вопрос денег всех присутствующих здесь. И не присутствующих. Иногда вы идёте в банк и из банкомата забираете какую-то сумму. Да, из машин, да. Как вы говорите? ITM. И перед тем, как вы получите деньги, что вы делаете? Пин-код набираем. Я знал! Это же не просто так вот пин-код. Это секретный пин-код. В Израиле, где я живу, когда вам дают пин-код в банке, просят вас запомнить и порвать. Здесь тоже в России. То же самое. У меня одна знакомая прямо на карточке его записала. Хорошо, хорошо. Тоже блондинка? Welcome to Russia. It's very important. Again, 1, 4, 8, 6, 0, 5, 7, 3, 2, 3, 8, 9, 5, 2, 0. Зрение хорошее. А вы знаете, как даже умеете считать? Это вот такой у стальмологи. Проверка. Дамы и господа, когда мы думаем о чем-то, мы это что-то передаем другим. Сейчас, встаньте так, встаньте вот так, вот так, как я показываю. Представьте себе, что здесь есть банкомат. И вы набираете свой. В вашем уме. Конечно, в уме. Вы не говорите его. Потому что если вы скажете, это не хорошо для вас. Как только вы скажете, ничего хорошего не будет. Я понимаю. Это самая популярная программа. Это самая популярная программа. В России завтра у вас сюрприз ждет банки. А сколько там цифр? Четыре. Вы можете опустить. Только первый. Не волнуйтесь. Только первый. Две. Первый. Закройте глаза. И скажите всем. Только первую цифру. Первую цифру. Только первый. Думаю. Думаю сказать. Да. Три. Вот так. Все, достаточно. Достаточно. Если, конечно, аудитория не попросит меня еще. Вторую. Последнюю. Последнюю цифру. Свет, давай. Давайте, правда, последнюю. Последнюю. Ласт вам. Ласт вам. Последнюю. Эфир идет с записи. Мы должны себя предупредить. Я есть 24 часа. Чтобы слить карту. И уехать из страны. В Израиль. Закройте глаза. Закройте глаза. Вторую цифру, пожалуйста. Итак, вторую цифру, пожалуйста, громко. Последнюю. Последнюю. Вы можете сказать. Это вторую. Нет, 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 нет. Еще секунду, секунду. Послушайте. Некоторые думают, может быть, мы все подстроили. Ведь это не так. Нет. Нет. Если вы думаете, вот вы доверяете этому человеку? А вот задумайте, вспомните ваш пин-код. Первую цифру. Первые две. Первые две. Первые две. Перед этим, пожалуйста, за мной повторяйте. Очень быстро. Четыре. Восемь. Девять. Шесть. Семь. Девять. Один. Два. Ноль. Восемь. Только не пытайтесь меня как-то обмануть. Это единственная цифра, которую я могу запомнить, поэтому... Смотрите, закройте глаза. Ясно. Окей. первые две цифры вашего секретного пин-кода. Шестьдесят девять. Да. 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 Да, 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 да. Подойдите сюда. Come here. Подойдите. Just between you and me. Just to check if I'm right. Чтобы проверить, я прав или нет. Шесть. Шестьдесят девять. И... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. подождите подождите надо уничтожить уничтожить эту бумагу я сейчас банк ваш должен сходить быстренько то есть ты хочешь сказать что когда мы снимаем а ты стоишь сзади ты можешь прочитать или кто-то может прочитать наш секретный пин-код только если ты я на самом деле целую книгу ты обещал подписать вы по-прежнему не удивлены сразу после коровской рекламы еще больше чудес от нашего гостя оставайтесь сами спасибо что продолжаете нас смотреть 1 апреля и у нас гостяк человек считающий мысли леор сушар хотите версиях хотите нет что это чудо или уникальные способности но в заключении у меня есть еще два маленьких гольца сегодняшней программы это самые яркие участники проекта голос the voice который идет сейчас на первом канале арина данилова и ираклиинский рвели встречаем их ну что как вам так выяснили все очень волнительно было мне очень приятно смотреть на очень такого человека что больше всего понравилось или что больше всего вас поразило наверно вот с этим вот когда он вообще закрытыми глазами я вообще шоке вот волнуюсь сейчас но не волнуйся в ну что ты можешь их удивить как-то знаете что вы думаете что я могу говорить и писать по-русски поднимите руку как тебя зовут арина 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 а закройте глаза арина и ипотет но боди сего раиде это секрет важно чтобы никто не смотрел что я там пишу это большой секрет и но ты не даже вы не должны и я вам андрей вручу вот этот и нельзя это открывать пока я вам не скажу арина 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 откройте глаза подойди вот сюда сядь давай сюда вот сядь со мной а вот видишь здесь газеты по-русски да и вот эту микс м при мешая их and choose one и одну какую-то выбери сначала перемешай и все смешай и и так все честно комсомольская правда самая популярная газета в нашей стране вы хотите поменять эту газету нет на любой странице где хочешь обещаю всем я не умею читать по-русски хочешь поменять страничку другую хочешь открыть не возможно же предсказать что арина сделает все честно хочешь поменять страничку еще одну хочешь снова поменять страничку нет все честно она два раза сменила страницу слева хочешь или справа справа он уверена важно вот что никто не может не иметь права видеть камер там нет да это все секретно я хочу вот что вам показать я буду показывать какое-нибудь слово что это за слово Россия 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 хорошо а это работает много-много разных слов вы видите да на какое-нибудь слово поставь свой пальчик и влево вправо вверх вниз можешь этим пальчиком куда угодно двигать и потом остановись и так пальчик свой прижми сюда последний вопрос тебе хочешь ты это слово или ты хочешь поменять его поменять о май гад боже мой поменяй хорошо и так уверена это это хочешь еще поменять не называй это слово вот скажи мне ты понимаешь это слово или нет да вы согласны что невозможно было заранее знать я не говорю по-русски итак какое вы слово выбрали арена в конечном итоге скажи погода 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 напишите пожалуйста напиши арена это слово погода 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 вы знаете просто невероятно я же что-то написал посмотрите Андрей АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ленинград, 1984 год. Молодая студентка энергетического техникума Светлана Комлева влюбляется в студента из Африки Жоао Сабринио. Стремительный роман молодых людей привел к тому, что у пары родилась дочь Сани. Новоиспеченные родители души не чаяли в темнокожем ребенке, но счастливый брак продлился недолго. Когда Сане было 9 месяцев, африканский папа уехал на родину, в Анголу. С тех пор о нем ничего не известно. А вопросы маме задавала, да, почему я отвечаю цветом кожи. Мама говорила всегда, что у тебя очень много веснушек, они сливаются, и поэтому ты темненькая. В свои 30 лет Саня Сабринио живет только одной мечтой – найти родного отца, который бросил ее с мамой в России. Мы разыскали Жоао в столице Анголы, Луанде. Почему он за все эти годы ни разу не выходил на связь с дочерью? Я оставил дочку совсем маленькой. Я вспоминал ее каждый день в течение 29 лет. Как отреагировала на новость о русской дочери африканская жена Жоао Тереза, которая родила ему шестерых детей? Он сказал, что учился в России, и у него там осталась дочь. В нашем следующем эфире встреча спустя 30 лет разлуки. Редактор субтитров А.Семкин